Библейский портал экзегет.ру представляет 33 глава книги Иисуса Сына Сирахова для библейского портала экзегет. Я читаю синодальный перевод. И мы вот в этой части, которую я назвал мозаикой, что такое хорошо, что такое плохо, тут действительно вот прямо как в мозаике разные очень камешки, да, хорошее, плохое, но не только, а еще, например, высокое богословие, простые житейские правила, как вести себя, когда ты старший на пиру, и когда ты юноша, пришедший на пир, вот как вообще все это устроено, вплоть до мельчайших деталей. Вот премудрость, о которой он говорит, как о чем-то невероятно высоком, она в том числе в том, как ты себя ведешь на веселой пирушке. 33 тоже сочетает такие какие-то общие слова с конкретикой. Боящемуся Господа не приключится зла, но и в искушении он избавит его. Вот 32 закончилась. Верующий закону внимательны к заповедям, и надеющийся на Господа не потерпит вреда. Что значит надеяться на Господа? Быть уверенным, что боящийся Господа будет Богом избавлен. Как? А кто его знает? Мудрый муж не возненавидит закон, а притворно держащийся его, как корабль в бурю. То есть, что значит притворно держащийся закон? Закон можно исполнять или нарушать, правда? Но можно исполнять притворно, да? То есть, так вот, чтобы другие видели, ты его исполняешь. На самом деле, у тебя совершенно никакого желания нет, и где можно, там найдешь пути. Вот это корабль в бурю, его болтает во все стороны. Разумный человек верит закону, и закон для него верен как ответ у Рима. У Рим и Тумим — это два предмета, с помощью которых узнавали волю Божию, и как бы это абсолютный, окончательный ответ. Разумный человек верит закону. То есть, закон — это не просто свод правил. Закон — это некоторое наставление. В конце концов, еврейское слово «тора», которое мы переводим как «закон», означает «наставление и учение». То, что он свод правил, — это его внешняя форма. А в нем есть некий смысл. Поэтому ему можно верить, что оно, это слово, верно, а не просто, что его надо соблюдать, иначе он окажет. Приготовь слово, и будешь выслушан. Собери наставление и отвечай. Стало быть, готовься к тому, как говорить. Вот совершенно другая тема. Колесо в колеснице — сердце глупого, и как вертящаяся ось ли мысль его. То есть, он все время о другом. И это о другом. Насмешливый друг тоже, что ярый конь, который под всяким седоком ржет. И это о третьем чем-то. Что это, что это, о чем это все? Наверное, вот противоположность разумному человеку, который доверяется закону. Вот люди переменчивые. Корабль в бурю, колесо, которое крутится, конь, который ржет бессмысленно. Вот все-таки в мозаике есть какая-то стройность, хотя иногда непонятная нам. И вдруг неожиданно такое глубокое размышление. Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца? Они разделены премудростью Господу. Он отличил временное празднество. Некоторые из них он возвысил и осветил, а прочие положил в числе обыкновенных дней. Вот о праздниках. Почему надо праздновать какие-то дни? И все люди из праха. И Адам был создан из земли. Но по всеведению своему Господь положил различия между ними и назначил им разные пути. Одних из них благословил и возвысил, других осветил и приблизил к себе, а иных проклял и унизил, и сдвинул с места их. Значит, это не только про праздники, это про то, что бывают хорошие дни, а бывают плохие. Ну вот мы говорим о том, что там бывает хороший год, бывает плохой год. Ну правда же, бывает. Значит, это премудрость Господа. Это бывают люди, которым везет, но они родились в хорошей семье, здоровыми, у них все благополучно. Бывают люди, которые еще ничем не согрешили, а уже у них все плохо пошло в самом детстве. Он говорит, это Бог так решил в своей премудрости. Как глина у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе, так люди в руке сотворившего их, и он воздаст им по суду своему. Апостол Павел потом будет писать, кто ты глина, чтобы спорить с горшечником? Горшечник — гончар, который из глины лепит сосуд, какой хочет. Абсолютная власть Бога. И мы не можем понимать, почему. Как напротив зла — добро, и напротив смерти — жизнь, так напротив благочестивого — грешник. Так смотри на все дела Всевышнего, их подва, одно напротив другого. И книга так устроена, мы обращали внимание, черное, белое, хорошее, плохое, да? И жизнь так устроена, говорит Иисус, сын Сирахов. И я последний бодроственно потрудился, как подбиравший позади собирателей винограда. Ну, то есть они срезали гроздь, а там чуть-чуть остались где-то ягодки. И он за ними ходит и собирает. Это, кстати, мог сделать любой человек в свою пользу. Когда прошли, уже собрали урожай. То, что осталось, то его. Значит, они прошли, собрали, что осталось, то мое, говорит он. Я вот подбираю остатки. И по благословению Господа успел и наполнил точило, как собирателя винограда. И точило — это емкость, куда собирают виноград, потом его давят, вытекает сок, из него делают вино. Поймите, что я трудился не для себя одного, но для всех ищущих наставления. Такое предисловие, но оно в середине книги. Странно. Или послесловие. Ну, у нас еще, будь здоров, сколько впереди, да? У нас еще впереди двадцать глав почти. То есть это некоторая такая ремарка, то ли он потом дописал, да, это такой первый том, а дальше идет второй, но потом их соединили. То ли он это поставил в самую середину, ну, что называется, из скромности. Ну, в самом начале вроде «Я, Иисус, Сын Сирахов, такой-сякой, и то да сё». Как-то это не очень хорошо. В конце тоже главный вывод из этой книги, что «Я, Иисус, Сын Сирахов». Вот здесь он даже себя не называет. Ну, я вот тоже ходил, обрывал, где осталось по виноградинке. Вот набрал свое точило. Вы не думайте, что я уж такой прямо великий человек. Наверное, из-за этого, на этом месте. Но, может быть, действительно, первый том на этом завершился, начинается второй. Когда-то начинался. «Послушайте меня, князья народа, и внимайте, начальники собрания». Действительно, другая тема. До сих пор он обращался скорее к условный его адресат, такой юноша, его сын, возможно. Ну, может быть, молодой родитель, там у него было как воспитывать детей с детства. А здесь уже он говорит с начальниками. Кстати, вот очень часто говорят, имеет ли право христианин возражать против действий начальства. Иисус, Сын Сирахов, вполне позволял себе его наставлять. «Послушайте меня, князья народа, и внимайте, начальники собрания. Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобой и при жизни твоей. И не отдавай другому имение твоего, чтобы, раскаявшись, не умолять о нем». Это что, относится только к начальникам? Я думаю, к начальникам в особой мере, потому что, когда начинается вот это вот все, когда там жены, тещи, братья, дети, начальников становятся управителями, когда все для них делается, да, коррупцией, мы сегодня это называем, то от этого страдает весь народ. «Доколе ты жив, и дыхание в тебе не заменяй себе никем, но это твоя должность, начальник, и ты должен ее исполнять. Ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих. Во всех делах твоих будь главным, не клади пятна на честь твою, при скончании дней жизни твоей и при смерти передай наследство. Пока ты жив, ты исполняй свои обязанности». И это начальников касается в особой степени. Наверное, каждого человека. И дальше вдруг про рабов. Да, вот он говорит про великих, сейчас он говорит про самых мелких. Дальше, вот прям в 21 веке нас совсем это не порадует, но тогда было так. Да, это было два с лишним тысячелетия назад. «Корм, палка и бремя для осла, хлеб, наказание и дело для раба. Раб и осел примерно одно и то же. Его надо накормить, его надо отлупить, его надо занять. Занимай раба работу и будешь иметь покой. Ослабь руки ему и он будет искать свободы». Да, в армии говорили, что солдат должен быть всегда занят, иначе он начинает безобразничать. «Ермо и ремень согнут вы его вала». Ну, то есть, на него наденут это ермо, чтобы он пахал. А для лукавого раба узы и раны, употребляй его на работу, чтобы он не оставался в праздности, ибо праздность научила многому худому. Представь его к делу, как ему следует, если он не будет повиноваться, наложи на него тяжкие оковы». Что я могу сказать? Тогда так было, да. Хорошо, что человечество отказалось от этой практики. «Ни на кого не налагай лишнего, ничего не делай без рассуждений». Тем не менее, да, то есть, все-таки, какое-то предостережение против жестокости есть. «Если есть у тебя раб, то да будет он, как ты, ибо ты приобрел его кровью». Ого! «Если есть у тебя раб, то поступай с ним, как с братом». Ого! «Ибо ты будешь нуждаться в нем, как в душе твоей. Если ты будешь обижать его, и он встанет и убежит от себя, то на какой дороге ты будешь искать его?» Вот это совсем не похоже на римское рабство, между прочим, да, ну, трудно сказать, это в Римской империи писалось, или еще до нее, наверное, до еще, но тем не менее, на античное рабство довольно жестокое. Ты приобрел его кровью. Какой кровью? Не очень понятно. То есть, то ли на войне ты воевал, был ранен, но привел пленника, он стал твоим рабом, то ли что-то еще. Твой раб — это твой брат, это будет потом у Павла в послании к Филимону, где он будет писать, Филимон, рабовладельца, у тебя есть беглый раб, Анисим, но прими его как брата, потому что вы оба христиане, да, здесь оказывается, он член твоей семьи, если ты будешь обижать его, он встанет и убежит, на какой дороге ты будешь искать его? Анисим так, кстати, и сделал со своим Филимоном, хозяином. Значит, вот то, что я говорил, это все рабство такое древнее, архаичное, вот эти все побои, оковы, это все осталось в прошлом. Почему оно осталось в прошлом? Вы знаете, еще в 20 веке многие страны практиковали рабство, и оно было законно в некоторых странах мира, африканских, там, Мавритания его отменила где-то в 80-м, по-моему, году 20-го века. В 19 веке полно было таких стран. Значит, совсем не так давно рабство было признано незаконным, недолжным. Но вот здесь уже появляется главный аргумент, который потом будет для сторонников отмены рабства главным. Я твой брат, говорит, рабство ему рабовладельцу, нас сотворил один Господь. Как ты можешь считать меня своим имуществом? Это невозможно. И эта логика, она проявится не сразу, и она победит не сразу, когда начнется движение за отмену рабства, это конец 18-го века, и там пройдет весь 19-й, прежде чем его отменят. В большинстве стран и даже в 20-м кое-где его будут доотменять как бы. Но почему? Ведь это так удобно. Захватил человека, заставил его работать на себя, сделал его своей собственностью. Здорово. Потому что он твой раб. Вот, пожалуй, это первое место где-то прозвучало во всей мировой истории. Да, в Новом Завете это будет намного более подробно. Хотя и там тоже будет много слов о том, что рабы должны подчиняться хозяевам. Рабовладельцы всегда будут любить ссылаться именно на такие места. Но победит в конечном итоге он твой брат. Вот эта мысль, которую здесь в книге Иисуса Сына Сирахова, как такой алмаз среди вот пустой породы, ну она не пустая, конечно, неважно, как такой алмаз среди менее ценных камней, назовем это так, и он уже здесь есть. Вот книга Иисуса Сына Сирахова, мы говорили о том, что это переход от Ветхого Завета к новому во многом. Не она одна, но она из тех книг, которые таковы, и от мудрости такой, ну, притчи Соломоновых, да, где о рабе тоже так, да, в общем, особо и не говорится ничего, но там строгое такое архаичное общество. К этике Нового Завета еще не она, еще не она, но какие-то первые шаги, очаги, какая-то работа по, скажем так, изменению сознания людей, которым предстоит услышать евангельскую проповедь, она здесь уже начинается. Субтитры создавал DimaTorzok